Пресс-конференция посвящена первому фестивалю урбанистическому городскому преобразованию. Что это такое, что грядущие выходные нам готовят, где пройдет, как пройдет и в каких условиях. Наши спикеры Александра Нарыжная, фаратор фестиваля и программы «Верзи» и Михаил Максимов, информационное сопровождение фестиваля. Саша, пожалуйста, начнем. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, что это такое органистический фестиваль? Я, извиняюсь, не учусь. Что это такое органистический фестиваль? Органистический фестиваль – это мероприятие, на котором собираются все активисты города, приглашенные, представляют свои инициативы, говорят о городе, говорят о развитии города. И, в принципе, мероприятие, которое объединяет в себя все городские преобразования, все городские процессы, которые происходят на этот момент и перспективы. Такое же мероприятие у нас пройдет впервые. Украну уже есть опыт проведения таких мероприятий. Мы приходили в Киев и в Альбове, в Харькове это будет первый раз. Оно пройдет, вернила, в Центре 28-29 июня. Давай, давай. Какие преобразования городские должны быть освещены? Просто поточнее. Это обобщенные вещи? Может, Вы конкретизируете для того, чтобы было общее понимание? Хорошо. Тема этого фестиваля – городские преобразования, потому что мы понимаем, что нам нужно запустить такой процесс активизации инициатив в городе. Это инициатива, которую представляют сами люди. То есть показательный момент того, что люди могут сами встать и сделать для чего-то в своем городе. Сделать небольшие преобразования. Я забыла инициативы. Это инициативы, которые делают маленькие преобразования городские. В принципе, это и не те позиции. Что это? Убрать у себя во дворе, покрасить лавочку. Что конкретнее? Плюс сделать какую-то мебель городскую, посадить огород у себя во дворе. Это могут быть огороды ся на балконе. Это могут быть городские игры. Можно выйти и в любом месте в городе начать играть. Только нужно понять, что такое городская игра. Мы все плёгкие классики. Есть еще ряд городских игр, которые могут быть активность, активность в городе. Можно собраться компания, разработать проект развития своего творога. Идем заниматься, искать фронтфандинговые формы финансов и продвигать свой проект. Это, по сути, презентация того, как можно преобразовать в своем городе. Что-то сделать. Михаил, расскажите, пожалуйста, из чего будет состоять этот фестиваль? Какие этапы? И на кого вы рассчитываете? Это обычные горожане, какие-то эксперты, специалисты? Мы хотели подойти к этому вопросу комплексно. Поэтому у нас, в принципе, всех, кому не безразличен камер вообще городского движения, как таковое, мы постарались сделать так, чтобы всем было интересно. То есть из чего будет состоять фестиваль? Первая часть – это информационно-презентационно. То есть мы пригласили авторитетных людей в вопросах развития города, представителей общественных организаций, городских активистов основных, что вы представили, идеи, цели, концепты по развитию города как такового. То есть это информационно-презентационная часть, формат лекций. Лекции, тренинги такого формата. Вторая часть – это составляющая. Не последовательно это будет. В программе переплетено, интересно, чтобы было интересно. Это ярмарка микровозможностей. То есть, по сути, это презентация результатов, то, что у нас в городе уже есть. К чему можно подключиться, что классного, интересного, и что уже работает. Что немаловажно, потому что начало делать половина – это то, что люди уже делают. У нас в программе будет после каждого дня – это будет урбанистическое кино, такой показ. То есть будет команду, у нас в фестивале 86, команду будет презентовать урбанистическое кино. То есть это кино про города. Про развитие городов, то есть про города Украины. Будет в конце первого дня будет урбан-пати. То есть такая вечеринка для участников в конце. И в понедельник будет состоится лок-шоу. То есть это рабочая встреча всех заинтересованных людей. Формат World Cafe, когда есть основные секции, 6 секций, будет выделено и идеи, которые у вас есть. Вы можете передать, представить, модераторы секции это соберут. И в итоге мы планируем сделать буклет, где будет собрана, собственно, вся эта информация. Какие есть цели и идеи, какие есть результаты, и какие есть актуальные решения городских проблем, как мы их видим. И дальше городской власти, медицинам, спонсорам, фондам. Это будет наша программа документов. Через год пойдем еще раз. Да, перейдем к вопросам, потому что дело новое. У меня вопрос по уточнению, что за секции будут работать, в каких направлениях. И как вы видите, вообще, итог воплощения. То есть эти проекты, вот существуют уже воплотившиеся проекты? Секции, по частям. То есть секции, это посвящено, я сейчас помогу, что-то упустить, но посвящено основным направлениям. То есть у нас такая локомотивная Харьков ГОНГО, глобальная Харьков как таковая, что нужно. Дальше, собственно, архитектура и как Харьков должен развиваться в вопросах архитектуры внешнего вида, вопросы транспортной инфраструктуры, вопросы культуры и вопросы бизнеса. То есть это вот наши основные столы, скажем так, на воркшопе. Александра, если я дальше не писал. Да, я думаю, это про ракшоп, да, про ракшоп, у нас будет 6 столов, да, и там будет отдельная, ну, как бы, во второй этапе, там будут лекции, секции, да, у нас будут лекции. У нас будет несколько направлений, у нас будет лекционная программа и будет презентационная программа, да, лекции у нас будут о том, как развиваются города, что такое креативный город, что такое устойчивый город, как развиваются, когда. То есть и будут презентации инициатив, они будут по другому направлению, это будет в направлении больше такое связано, ну, город с архитектурой и культурным направлением, когда там, ну, там, гипонистическая поэзия, да, там будет о музыке в городе, будут рассказывать ребят, то есть вот такие инициативы, которые, ну, ближе культурные. Скажите, это здесь текущие, то есть мы приглашаем текущие. Еще вопрос? Да, ну, расскажите, я так, вы странали, что это уже не первое, не первое такое мероприятие, но в мероприятии, расскажите, есть ли прецеденты, то есть как бы уже, ну, как проходили предыдущие, чем это закончилось, то есть конкретные результаты предыдущих ваших? Да, я рассказываю, смотрите, в городе Киеве такие мероприятия, прошли два, первое мероприятие не усиливало в журналах «Марачоз», второе – департамент архитектуры и градостроительства города Киева. В первом мероприятии, оно тоже проходило два дня, там было полные два дня лекционной программы, в городе Киеве сформировалось очень много инициатив общественных после Майдана. Они поднялись и начали сами что-то делать, и их стало очень много. В городе Харьков у нас, ну, их достаточно мало, и, ну, мы… У нас они есть, я просто имею в виду таких эмонистических инициатив. Все, что есть, мы постарались сейчас собрать, и мы это презентуем, да? На первом фестивале они будут. Ну, в Киеве, это, по сути, первый фестиваль – это была презентация такая большая, а во втором у них уже прошел конкурс социальных инициатив появился, уже Кличко выделил 200 тысяч гривен на победителя этого конкурса социальных стартапов для, ну, городских преобразований. И это уже, наверное, набрало большие обороты и, ну, стало достаточно интересно. А для чего вот эти деньги? Ребята, вы, как говорили, ребята, те, которые будут заниматься библиотеками, преобразованием библиотек в общественные пространства, районные библиотеки. По-моему, они уже и открыли вот такую библиотеку, кафе. Такая библиотека есть во Львове, есть там медиатека. В Киеве? Да, они как презентацию мы начинали делать. Вот они сейчас хотят все районные библиотеки преобразовать в культурные центры этих районов. Ну, маленькие, да, вот в ее библиотеки. Да, понятно. А вот у нас так как представлены какие-нибудь дети? Расскажите, может быть, есть какие-то интересные проекты уже представлены? Какие районы вы ждете к себе на фестивале? Нет, вот что намажется так более всего интересным, ну, представляете того, что сейчас тут будет представлено у нас так как? Ну, смотрите, у нас будут представлять ребята, по крайней мере, из нашей организации, когда будут представлять такой проект «Урбан Амбуланс». Это, ну, такая урбанистическая помощь, да, там, ну, городу. Они, мы делали такой проект, вот есть у нас Норморская, 5 дворец. Там очень активные жители, которые занимаются, преобразованием своего двора. Они ищут инвестиции, они официально собираются делать проекты. Ну, сюда они очень активны. И, ну, мы собирались и помогали им разрабатывать проекты для этого, чтобы они дальше могли его развивать, да. То есть, ну, это не такая презентация. Потом будут у нас ребята презентовать проект велодорожки из Салтовки в центр. Ну, наверное, другой путь, да? По академии Амбул. Да, ну, это тоже, как бы, один из проектов. Это, это ваша презентация была, да, вот, в городском совете? Или это же? Нет, другой путь, это не наш. Мы в своей организации разрабатываем концепцию развития велосипеда в том, что вы в городе Харькове. У нас тоже ребята будут презентовать такой, ну, проект Харьков Байк-Реформ. Ну, мы сейчас собираем подписи по этой концепции, там, и уточняем, и вот буквально вот-вот будем продавать оборудовый совет для принятия. Ну, и вот, как бы, ряд таких проектов, которые, ну, есть, проект мукомольной фабрики, да, которые там сейчас ребята уже педически, по-моему, нашли инвестиции, и планируют продвигать это там. Ну, вот, по сути, этот проект тоже будет участвовать, да? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, самый интересный проект в Украине, который вот уже сегодня осуществился? Самый интересный, наверное, это, наверное, это такой проект город-сад в Киеве. Это недалеко от Майданной незамережности. Во время Майдана у людей во дворе стоял забор. Ну, то есть, дворовое пространство было загружено забором, и это было типа чьё-то, да, странство, его непонятно вообще. И люди сняли забор, отнесли его на Майдан. Ну, забор помог, как бы, да, там, защите. И они решили, что, как бы, этот двор наш, и начал им заниматься. И они уже вот два года очень активно им занимаются, они его обустраивают, это уже у них общественное пространство, они, ну, там тебе жизнь, да? И они все ценят свой двор. Они, когда они объявили конкурсы, то, что они хотят посадить деревья, у них принесли столько деревьев, что они, ну, поняли, что им столько не надо, они уже начали их раздавать обратно. Ну, вот, как бы, это такие самые... Активность харьковчан в этом направлении, с вашей точки зрения? Сложно сказать, потому что либо у нас нет информации о таких прецедентах, да, потому что вот случилось такое, потому что все-таки там люди находились в кульминации, да, в самых событиях. Харьковчане, я бы сказала, наверное, более аппассивны в этом плане. Мы постараемся презентовать и рассказать, чего делается. Может быть, у кого-то появятся какие-то желания, желания, да, там, нецелительность или что-то. Мы надеемся, что все, в общем-то, информация, если такая информация будет, есть активисты, там, где я живу. Вообще и вида делается в ваших стилах. Ну, мы общественная организация, городские реформы, инициаторы, и мы проводим совместно с Харьковским университетом строительства архитектурных. Ну, и плюс, как подключаются, ну, другие активисты, которые помогают в организации, в проведении. Как можно зарегистрироваться или подать заявку? У нас регистрации такого нет, мы хотим, чтобы все приходили, кто хочет, приходите. Единственное, что мы запустили такую регистрацию, на Воркшоп, на Воркшоп, на Воркшоп, например, я это во второй день, потому что мы хотим просто понять, ну, людей, кто, ну, кто участвует, да, чтобы, ну, в конце вам нужно сделать въезд, какие профессии участвовали, какая возрастная группа, а у нас все понимало участие. Ну, а у нас участие абсолютно бесплатное, количество людей не ограничено, то есть каждый может прийти, первый день там послушать, второй день прийти, высказать свое мнение. То есть обычные горожане тоже могут прийти? Да, конечно, мы, наоборот, ждем, можно больше, обычных горожан. Есть еще вопросы? Ну, ждем тогда результатов вашего фестиваля и обязательно ждем информационных тоже сообщений. Может быть, если будут какие-то фото-видеоматериалы, обязательно возьмем их себе на сайт. Спасибо вам, Руслан, за информацию.